Один из самых уважаемых на прогрессе фронтовиков Дмитрий Ильич Козлов, возглавлявший предприятие более 30 лет. Это под его руководством здесь впервые в стране начали массовое производство космических ракет. А в 41-м году Дмитрий Ильич пошел добровольцем в ленинградское ополчение. В одном из боев потерял левую руку. Вот эту страницу биографии Дмитрия Ильича Козлова мы сегодня чтим особо и преклоняемся перед его мужеством, перед его стойкостью. В военные годы прогресс еще был авиационным заводом. Здесь с 6 утра начинали собирать самолеты. В 42-м выпускали по 15-16 штурмовиков Ил-2 в день. Это нелегкое время помнит Григорий Львович Гринблот. На заводе он проработал 57 лет с июля 1941 года. Мы жили в очень тяжелых условиях, работали очень тяжело. Завод, который эвакуировался из Москвы, на наших руках, корпуса были без крыши. Мы ставили все оборудование, мы не выходили с завода неделями. К празднику Великой Победы на заводе относятся особенно, чувствуют и свою причастность. Сегодня у монумента боевой и трудовой славы вспоминали и тех, кто не вернулся с фронта, и тех, кто до сих пор в строю. После выноса знамена и торжественного митинга к монументу возложили цветы. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События.